Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 1 декабря, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Платона. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает широкоплечий. Небесным покровителем его является мученик Платон Анкирский. В IV веке от Рождества Христова в городе Анкирия в благочестивой семье жил юноша по имени Платон. Однажды он решил, что тягостно для него сидеть на одном месте, и отправился по городам, вдохновенно проповедуя язычникам Слово Божие. Как-то раз одним солнечным утром во время очередной проповеди Платон был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа хоть и велика, но приходящая и ограничена, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в евангельском мучении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Семь дней он пребывал в казематах без воды и еды, а после его вновь повели на суд, где мученика уже ждали самые ужасные орудия для пыток. Судья предложил Платону выбор – принести жертву богам или испытать на себе действия этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его вновь бросили в темницу, где морили голодом еще восемнадцать дней. Но, видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «Велик Бог Аполлон!» «Не хочу согрешить и словом», – отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Романа и Николая. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!